Россия продолжает атаковать Украину иранскими дронами Камикадзе «Шахид-136». Только в Киеве 17 октября прогремела серия взрывов. Было подтверждено 5 попаданий, 4 человека погибли. В понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили новый пакет санкций против России. И поддержку Украины. Также министры ЕС предупредили Иран о возможных санкциях за участие в войне в Украине. В Евросоюзе заявили, что сейчас собирают доказательства о применении иранских дронов России. И по завершении этого ЕС будет готов отреагировать. А пока Евросоюз утвердил санкции против полиции морали Ирана и министра после смерти молодой девушки и массовых протестов. Иранские беспилотники, судя по всему, используются для атаки в центре Киева. Это зверство, с которым нам нужно бороться. Мы видим, что сам Иран, руководство Ирана расправляется с собственным населением таким образом, что является бесчеловечным и противоречит всем нормам и правилам. И мы должны решительно реагировать на это. Европейская служба, компетентные службы, которые у нас есть, сейчас изучают именно это. Используют ли Россия иранские беспилотники в своей войне с Украиной? У нас нет подтверждения на данный момент, абсолютного подтверждения, что это так. Но нам еще нужно дождаться результатов этого исследования. В Иране же продолжают отрицать свои поставки России ударных дронов «Камикадзе», в частности «Шахид-136», которыми Российская Федерация атакует Украину. Немедленно применить санкции против Ирана призвал своих коллег министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что эти ограничения должны стать сигналом для стран, к которым Россия обращается за военной помощью. Мы слышали очень долго разные объяснения, разные аргументы, но правду не спрячешь. И эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставку оружия Российской Федерации настало. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Иринкевич сообщил, что в девятый пакет антироссийских санкций могут включить конфискацию замороженных активов России и создание специального трибунала за военные преступления РФ. Также Иринкевич призвал коллег быть готовыми наложить новые санкции на Беларусь, если Лукашенко пойдет на еще более активное участие в войне РФ против Украины. Если армия Беларуси начнет участвовать в агрессии, мы должны ответить Минску новыми санкциями и международной изоляцией. Но самое важное – дать Украине еще больше оружия. Эдгар Иринкевич, министр иностранных дел Латвии, в Твиттер. В Украине ожидают, что в девятый пакет войдут отключение российских банков от системы SWIFT, ограничение цены или запрет на экспорт газа, запрет захода судов в российские порты и выдача виз россиянам. Поблагодарили за восьмой пакет, но уже работаем над девятым пакетом. А там должно быть все, что не вошло в восьмой и предыдущие пакеты. От SWIFT до сих пор не отключены все российские и белорусские банки, особенно Газпромбанк. Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса президента Украины в эфире национального телемарафона. Тем временем США и Великобритания договорились об усилении сотрудничества в сфере реализации санкций против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на текст совместного заявления двух стран. Кроме всего, министры ЕС приняли решение о выделении Украине очередного транша европейской военной помощи на 500 миллионов евро и о развертывании тренировочной миссии для ВСУ. Глава дипломатии ЕС Жизеп Боррель отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.